МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Рабочие артиллор Миттел Тимиртау отстояли свои права после вмешательства президента страны. Профсоюзные комитеты и администрация предприятия подписали единый коллективный договор. Карагандинские предприниматели страдают от незаконных налоговых проверок. Фискалы заявляют, что эта тема уже не актуальна. В палате предпринимателей Атамикен провели очередное заседание Совета по защите прав бизнеса. Архипелаг Карлак открылся в Караганде. Так называется выставка в областном музее изобразительного искусства. Организатором экспозиции выступила Академия Булашак. Обо всем более подробно. Новый коллективный договор подписали 22 ноября руководители Арселор Миттл Тимиртау с руководителями профсоюзов трех департаментов предприятия – стального, угольного и железорудного. Этот документ стал первым общим коллективным договором за всю историю работы компании на территории Карагандинской области. Об этом сообщил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов на брифинге в Астане. – Было противостояние между администрацией Арселор Миттл Тимиртау и, ну нельзя сказать, разногласия между Арселор Миттл Тимиртау и профсоюзами по конкретным положениям коллективного договора. Мы, областной Акимат, мы этот процесс взяли в свои руки, как бы для них организовали площадку, и руководство Арселор Миттл Тимиртау в течение двух месяцев по 8-10 часов обсуждали в областном Акимате эти вопросы. На сегодня я хотел бы объявить, что вчера, буквально вчера, в областном Акимате был подписан коллективный договор. Все льготы, все социальные выплаты и все гарантии социальные для металлургов, для шахтеров, они сохранены в полном объеме. Рабочие Арселор Миттл Тимиртау отстояли свои права после вмешательства президента страны. Напомним, глава государства поручил Акиму Карагандинской области Ерлану Кушанову взять вопрос заключения коллективного договора на особый контроль. Согласно этому поручению, Акимат области стал площадкой для переговоров руководства компании с представителями профсоюзов. Благодаря этому и удалось подписать документ. Срок действия предыдущего договора истек летом, но позднее был продлен до конца этого года. Проект нового договора представили в сентябре, однако представители профсоюза остались недовольны тем, что в нем отсутствовали пункты, касающиеся выплат семьям погибших на производстве сотрудников, а также не оговаривались дополнительные дни отпуска, льготы, лечение в санаториях и другое. Подписанный вариант документа удовлетворил обе стороны. И самое главное, мы добились, что теперь у нас будет стабильность в ближайшее время, и мы ее должны продолжать, эту стабильность сохранять, потому что у нас рабочие места, самое главное – стабильность. Без этих двух, скажем, компонентов, смысл всех остальных наших договоров, когда наши люди… Вот сегодня, на сегодняшний день, завтра, когда мы собираем наши клиенты, и мы являемся, что КОНДОГО работает, и пункты, самые важные пункты, которые очень были, ну, скажем, важны для наших шахтеров и металлургов, они сохранены в полном объеме. Этот договор подтверждает, что компания намерена и вкладывает значительные средства своих сотрудников и стремится к лучшим работодателям, не только в области новой страны и в СНГ и в мире. И наша задача теперь – это уже в дальнейшую работу проводить под развитие этого договора, для того, чтобы наши льготы были актуальными и действительно помогали компании поддерживать своих сотрудников. Согласно новому коллективному договору, отныне на работников шахт распространяются льготы по поддержке материнства и 13-й зарплате. Прежде это касалось только сотрудников стального департамента. Зоны отдыха теперь доступны для всех сотрудников компании вне зависимости от их профессии. Без изменения оставлены пункты о помощи пенсионерам. Немаловажным фактором является и то, что вводимый коллективный договор приведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Новый коллективный договор вступит в силу с 1 января следующего года. Он будет действовать до 1 января 2021 года. Андрей Дэн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Карагандинская область и Ерлан Кушанов в рамках пресс-конференции в Астане рассказал о планах по увеличению в регионе производственных мощностей. В службе центральных коммуникаций глава региона рассказал об итогах социально-экономического развития Карагандинской области и реализации государственных программ за 10 месяцев года. В Карагандинской области полным ходом идет процесс технической модернизации. Только по четырем системообразующим компаниям в нынешнем году вложено 140 миллиардов тенге на обновление технологий. Перед Арселор Миттл Тимиртау стоит задача выйти к концу года на рекордный объем производства стали. Это 4,2 миллиона тонн стали в этом году. И это впервые такой результат за последние 15 лет. И на старых технологиях, естественно, прийти к такому результату невозможно. И чтобы двигаться вперед, с одной стороны, компания обновляет свои производства, технологии производства, а с другой стороны, оптимизирует свои процессы. Акимобласти также отметил развитие в регионе процесса увеличения добычи меди. Компания «Казахмыс» наращивает свои объемы. Для этого внедряют новые технологии обогащения руды и модернизируют, в первую очередь, обогатительные фабрики. И все же, несмотря на модернизацию производства, массовых сокращений персонала на предприятиях не будет, заявил Ерлан Кушанов. Мы понимаем, что техническая модернизация таких крупных компаний приведет к перетоку трудовых ресурсов. Мы к этому готовимся. Недавно в область приезжала министр труда и социальной защиты Тамара Дюсенова. Мы с ней сверяли часы, подробно обсудили эту проблему. Хочу заявить, что массовых сокращений, в первую очередь, рабочих профессий, по причине модернизации не ожидается и не будет. В экономике республики доля Карагандинской области составляет порядка 10%. Регион занимает одно из ведущих мест в Казахстане по запасам и добыче основных видов минерального сырья. На Карагандинской земле реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов с привлечением иностранных инвестиций. Глава области также рассказал об итогах социального развития региона, подробно остановившись на достижениях здравоохранения, образования, развития малого и среднего бизнеса. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф поздравляет всех с Днем Первого Президента. Бедро куриный Эмироторг 750 грамм, 549 тенге. Набор конфет Тофифи 125 грамм, 499 тенге. Чай Пиала Голд, 420 грамм, 895 тенге. Скоро открытие нового магазина Скиф по адресу Тетимбета 10 дробь 5. Скиф. Просто сравни цены. О незаконности назначения налоговых тематических проверок в рамках уголовных дел и других типичных нарушениях шла речь на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей. В работе Совета приняли участие бизнесмены и представители налоговых органов. Карагандинские предприниматели признали, что проблемы с налоговыми органами у них имеются всегда. Есть добросовестные налогоплательщики, есть недобросовестные. Однако фискалы в своем желании пополнить государственную казну, что называется, чешут всех под одну гребенку. Назначение следователями налоговых проверок бизнесмены назвали одной из главных проблем. Очень часто проверки необоснованно назначаются не только в отношении налогоплательщика, руководство которого подозревается в совершении преступления, но и их контрагентов и даже третьих лиц, не имевших отношения с этим налогоплательщиком. Вот на сегодняшний день острая проблема стоит по подаче исков по признанию сделок недействительными в рамках уголовного судопроизводства. Мы считаем это неправильным, поскольку нужно дождаться, когда будет приговор в суд, после этого только решать вопрос о признании сделок с этим предприятием, руководитель которого привлекается к уголовной ответственности, только после этого подавать и искать в суд. Но, тем не менее, это сейчас происходит. У нас порядка 35 человек. Это реализаторы ГСМ подпадают сейчас под эти действия налоговых органов. Поэтому мы считаем, что здесь нужно активно обсуждать это. Согласно анализу, проведенному Генеральной прокуратурой, в среднем до суда доходит лишь 10% всех уголовных дел, которые вели следователи налоговых органов. И 10% этих дел буквально рассыпаются в ходе судебных заседаний. Это говорит о качестве работы. По итогам проверок в Карагандинской области на 28 следователей наложены дисциплинарные взыскания, 9 уволены со службы. На заседании совета также озвучили и возможные причины нарушений прав предпринимателей. Тут, когда мы проверяем, три момента все время. Первое бывает, но это очень редко, несовершенство нормативно-правовой базы. Второе чаще бывает халатность. Вот Геннадий Павлович приводил там, если одна справка, они там столько спрашивают ненужных. И третий момент, иногда даже это первое, и часто бывает, мы за этим видим экономические интересы кого-то, в основном чиновников. И предприниматели всегда вот это начинают думать. Ни совершенство закона, ни слабую грамотность, а именно вот эту вот сторону ставят на первый план. За всех своих подчиненных ответ держал заместитель главы областного департамента государственных доходов Кайрат Аркашбаев. Он отметил, что многочисленные проверки проходили до 2017 года, до инициативы Генеральной прокуратуры. С начала нынешнего года не было произведено ни одной налоговой проверки. Актуальность этой проблемы, она на сегодняшний день отпала. Я еще раз повторяю, в 2017 году ни одного постановления о назначении налоговой проверки со стороны следователя службы экономических расследований их не было. Теперь вот еще Геннадий Николаевич в докладе произвучал насчет признания сделок недействительными. Ну, органы госдохода, во-первых, надо сказать, что в гражданском порядке могут подавать признания сделок недействительными. У нас в 2017 году практика признания сделок незаконными и уже вступившие в законную силу у нас порядка более 60. Во время заседания также обсудили практику снятия налогоплательщиков с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость без предупреждений. Не обошел вниманием и спорный вопрос программного обеспечения «Випон-Про» и проблемные вопросы в отношении субъекта бизнеса. Участники заседания пришли к единому мнению о необходимости разъяснительных работ, проведения различных семинаров для предпринимателей. Андрей Тензас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Фортификация муки является наиболее дешевой и эффективной формой профилактики дефицита витаминов и микроэлементов. В областном департаменте охраны общественного здоровья обсудили вопросы реализации программы по обогащению пшеничной муки. В программе обогащения фортификации пшеничной муки в последнее время уделяется большое внимание. Проведено несколько технических совещаний с депутатами мажориса парламента. В мае текущего года вопросы обогащения пшеничной муки рассмотрены на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте страны. На государственном уровне принято решение об обязательном обогащении муки витаминно-минеральным комплексом. Дефицит железа, микроэлементов, холиовой кислоты приводит к нарушению иммунитета, нарушению многих функций организма, в том числе приводит к анемии. В данном случае фортифицируя, то есть обогащая, смешивая муку с этими премиксами, которые состоят из холиовой кислоты, микроэлементов, витаминов группы В и железа, население получает качественную фортифицированную муку. По мнению ученых, фортификация муки в Казахстане будет способствовать укреплению здоровья населения и экономики страны. На территории Карагандинской области из 11 мукомольных предприятий обогащают муку 8. На сегодняшний день в нашем регионе реализуется только около 50% фортифицированной муки. Участники круглого стола отметили, что дефицит железа в организме человека или анемия сегодня встречается все чаще. Мы заключили меморандум управлением образованием, управлением здравоохранения Карагандинской области, чтобы во всех столовых, буфетах, объектах образования, это детские сады и школы, и объектах здравоохранения использовали для приготовления блюд только фортифицированную муку. Проблема фортификации муки есть в многих странах. Все развитые страны перешли на фортификацию муки. Решение проблемы дефицита питательных микроэлементов является одной из наиболее срочных и актуальных задач государства, заявили участники круглого стола. Также они отметили, что затраты на решение этой проблемы в десятки раз меньше экономических потерь от дефицита микроэлементов. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Назад в Карлак. У жителей города появилась возможность окунуться в кровавые страницы истории. В областном музее изобразительного искусства состоялось открытие выставки «Архипелаг Карлак». Организатором экспозиции выступила Академия Валашак. Идея создания выставки принадлежит Нурлану Дулатбекову, руководителю научно-исследовательского центра «Карлак. Память во имя будущего». Деятельностью центра является изучение и освещение архивных источников, свидетельствующих о жестоких страницах сталинских репрессий. Ранее данная выставка была представлена в Национальном музее Республики Казахстан. Проект «Архипелаг Карлак» – это дань памяти узникам лагерей Казахстана. По различным данным, жертвами политических репрессий стали около 20 миллионов человек. Донести до людей глубину трагедии прошлых лет – главная цель организатора выставки. Поэтому мы с большим удовольствием сегодня в нашем музее открываем эту выставку, потому что эти годы, конечно, незабываемые, они должны оставаться в памяти для будущих поколений. Здесь представлены современные произведения искусства, то есть совершенно другое творчество. Современное сейчас, которое очень часто практикуется, мультимедийные, инсталляционные произведения искусства. Над уникальным проектом на протяжении трех лет трудились художники Алма Гульмин-Лебаева, Айнур Саденова и Сырлыбек Бегбутаев. Они представили посетителям музея свои инсталляции и пространственные композиции, которые передают атмосферу периода с 1930 по 1956 год. Особое внимание привлекает работа Айнур Саденовой. Среди них композиция «Мамочкино кладбище» и инсталляция «Алжир», составленная из 40 силуэтов женских платьев. Эти работы посвящены всем женщинам, пережившим гибель своих семей. Куратор выставки Айгули Браева заявляет, данная выставка – плод огромной исследовательской работы. Вот эта выставка, она уже на протяжении семи лет исследуется нашими художниками. Уже в 2010 году эту идею подала Алма Голи Меглибаева, наша художница, которая сейчас проживает в Германии. Она совместно с Нурланом Аранбасаровичем Дулатпековым, профессором, ректором Академии Булашак, они решили создать такой проект, касающийся темы жертв политических репрессий. Среди посетителей выставки были представители молодежи. По словам Алексея Игуменова, важно помнить о временах репрессий, чтобы в будущем не повторять тех же ошибок. В принципе, чем больше напоминаешь, тем больше люди помнят об этом. Если люди забудут, просто, скорее всего, такой же повторится. Карлак был ужасный, это было реально. Присывая следствие, с какой-то медицей сажали в тюрьму. То же самое, что и во время Гитлера, почти то же самое с ними там творили. Прикоснуться к истории и очутиться в одном из крупнейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа сможет каждый карагандинец. Выставка продлится вплоть до 10 декабря. Толжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Собаки-спасатели проходят сертификационные испытания. В Приозерске продолжаются сертификационные испытания кинологических расчетов оперативно-спасательных отрядов. По итогам первого дня испытаний, этап проверка послушания и ловкости преодолели все 23 кинологических расчета. Наилучшие результаты на данном этапе продемонстрировали кинологические расчеты оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области, Республиканского оперативно-спасательного отряда и Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. Для испытания на этапах поиска в природной среде и поиска в техногенной среде расчеты методом жеребьевки поделены на две группы. Вообще у нас Карагандинская область, она имеет опыт проведения подобных мероприятий. Ежегодно один раз сертификацию у нас проводят в Карагандинской области. А город Приозерск, это вообще идеально у нас проводить для этапов техногенного завала, так как у нас имеются здесь полуразрушенные здания. Природа достаточно такая обширная, прилеженная к реалистичным условиям. Тут есть и факторы, которые как раз таки усложняют, работает сильный ветер с Балхаша, который преобладает. И вот, соответственно, наша водно-спасательная станция, которая здесь была построена в 2014 году. У нас есть площадка для того, чтобы проводить все этапы. Спасателями работают собаки разных пород. Главное это породистость и воспитание. Собака должна быть абсолютно лояльна к людям, посторонним, к детям, к людям, находящимся в стрессовой ситуации, потому что, сами понимаете, они ведут себя не всегда адекватно. Это основной отряд. И плюс физическая выносливость, определенный рост собаки. То есть они подходят очень крупными собакам, они подходят очень мелкие породы, они подходят собаке с длинной шерстью. Например, отсутствие шерсти тоже пород не является. Ну а так, выбор пород широк. В ходе подготовки к прохождению этапов сертификации опытные спасатели-кинологи обмениваются опытом между собой и делятся им с молодыми сотрудниками. Сертификационные испытания кинологических расчетов оперативно-спасательных отрядов стартовали в Приозерске 20 октября. Сертификация является обязательной для определения уровня подготовленности служебных собак и допуска к ведению поисково-спасательных работ. Испытания продлятся до 25 ноября. Служба не в тягость, а в радость. В Караганду прибыли новобранцы из Алматы. Новоиспеченные солдаты будут служить в войсковой части 52-859 в Пришахтинске. Отважных призывников тепло встретили командиры части. Они намерены воспитать молодых бойцов в лучших традициях Национальной гвардии. В воинской части 52-859 пополнение. Для прохождения военной службы в Карагандинском регионе прибыли две команды новобранцев из Актобе и Алматы. На днях к ним присоединятся новоиспеченные военнослужащие из города Уральск. Для обучения призывников на базе воинской части был создан учебный пункт. В течение месяца солдаты будут проходить начальную военную подготовку, а затем совершенствуются на стрельбищах и в спортгородках. Подполковник Мурат Молдобаев уверен, через год новобранцы выйдут отсюда со всем другими людьми. Они с гордостью были призваны. Каждый желание попал в команду для прохождения нашей службы в воинской части Национальной гвардии. И я думаю, что в период проходения воинской службы они наберут свой опыт, жизненный опыт, закалку армейскую, мужскую закалку. И с таким же настроением, патриотическим духом воспитания, любви к родине будут уволены в запас. Нельзя не отметить, что в последние несколько лет прослеживается положительная тенденция среди призывников. В армии идут не потому что надо, а по собственному желанию. Не стал исключением и этот призыв. Новобранцы уверяют, главное для них отдать долг родине. Один из них, Дзин Мухаммед Акпан, рассказывает, для него честь пойти по стопам своих предков, которые с честью защищали страну. Я бы хотел отметить, во время Великой Отечественной войны мой прадед проходил военную службу, мой дед служил в Белоруссии, мой отец служил в Германии, и вот я с преисполненной гордостью решил призваться в ряды национальной гвардии. С уверенностью могу заявить в вас в том, что с честью за стоимость выполнил свой государственный толк. Стоит отметить, что сегодня в казахстанской армии созданы все условия для комфортабельного пребывания солдат. Процент молодых парней, призываемых в армию, намного ниже, чем в прошлые годы. Будущих солдат отбирают с особой тщательностью, чтобы отвечать повышенным критериям и с достоинством защищать Отечество. Токжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сельскохозяйственные ярмарки в Караганде продолжаются. 25 ноября, а также 9 и 23 декабря в торговом доме Сарарка пройдут ярмарки. Будет реализовываться продукция сельхозпроизводителей Карагандинской области по ценам ниже среднерыночных. Торговый дом Сарарка находится по адресу Проспект Строителей, 35, дробь 2. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амонсо Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин